Всем доброго времени, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим свиную рульку без духовки. Обалденно вкусное, настоящее мужское блюдо. Тем более сейчас осень, наступают холода и хочется чего-то такого сытного и вкусного. В первую очередь нам понадобится морковь и две луковицы. Ставим на огонь сухую глубокую сковороду, в моем случае это казан. И на сухой сковороде мы сейчас обжарим морковь и наши две луковицы. После того, как наш лучок и морковка подпеклись, так слегка подрумянились, мы закладываем в казан рульку. Наливаем нужное количество воды. Количество воды зависит от объема вашей посуды и от размера вашей рульки. Ставим на огонь. Добавляем соль. Соль по вкусу. Я положила 2 чайные ложки. Два лавровых листочка. Нужно добавить еще душистый перец, черный перец с горошком. У меня смесь из 4 перцев. И оставляем вариться на огне примерно 2 часа. Естественно, снимая накид, когда она появится. Накрываем крышечкой. И варим до готовности. Пока рулька варится, мы приготовим для нее соус. Я взяла столовую ложку специй для свинины. Далее добавлю 4 столовых ложки сметаны. У меня сметана жирностью 20%. 4 столовых ложки сметаны. Далее добавлю чесночный перец. Вы можете добавить черный молотый перец. Примерно пол чайной ложки. Пол чайной ложки соли. Я добавлю немножко меньше, потому что специи для свинины соленые. 2-3 столовых ложки томатной пасты. Еще было бы неплохо добавить копченой паприки, но у меня в данный момент не оказалось. Зиру для того, чтобы специя раскрылась, разотрем между ладошками. Или измельчим в ступке. И в последнюю очередь добавим 3 столовых ложки соевого соуса. Тщательно перемешиваем наш соус. Он ароматный и вкусный. Перемешаем. И дадим ему настояться до тех пор, пока не сварится наша рулька. Рулька кипит. Аромат по всей кухне. Мне уже, конечно же, не терпится ее попробовать, но еще рано. Прошло ровно 2 часа, как варилась наша рудка. Прекрасный такой аромат. Сняли мы ее с огня и оставляем остывать прямо в бульоне. Теперь уже остывшую рульку мы обильно смазываем соусом, который мы делали, пока она варилась. Вот что у меня получилось. Вот так обильно обмазанная со всех сторон рулька. Теперь разогреваем на огне сковороду. Наливаем в нее масло. Достаточно много масла наливаем. И опускаем нашу рульку в разогретое масло. Обжариваем на большом огне. Вот мы и хорошая. Вот так подрумянилась наша рулька. А теперь можно и попробовать. Прекрасно режется. Нежная, мягенькая косточка. Так, надо вот с этой стороны. Вот так вот. Очень достойное блюдо, поверьте мне. Порадуйте себя, своих близких и своих любимых мужчин. Я думаю, они будут в восторге от такой рульки. До новых встреч, мои дорогие! Субтитры создавал DimaTorzok